Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, смотрите сегодня. В Сочи грузовая «Газель» врезалась в дорожное ограждение. Очевидцы уверены, водитель был пьян. Сегодня в Дагомысе тушили условный пожар. Пожарные спасатели работали не только на земле, но и в небе. Новые правила на рынке долевого строительства обсудили в Сочи. На курорте открылся Всероссийский жилищный конгресс. Новинки строительной индустрии и конкурс дизайнеров мебели в Сочи открылись сразу две профильные выставки. В Краснодарском крае изменят закон о защите прав обманутых дольщиков. После внесения поправок недостроенные дома станет легче признавать проблемными объектами. А значит и заносить их в официальный реестр. Также упростится процесс передачи земельных участков компаниям, которые готовы достраивать многоэтажки за недобросовестными подрядчиками. Все это должно помочь дольщикам получить квартиры как можно быстрее. Изменения в законопроект сегодня обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. По словам главы региона, проблемы обманутых дольщиков и незаконного строительства одни из самых острых на Кубани. Чиновникам на местах губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей край неприкасаемых не будет. Есть конкретные, виновные в каждой ситуации, которые допустили именно подобные ситуации. Есть те, которые читали документы, понимая, но почему-то их подписали. Есть те, которые согласились с судебными решениями и с фактом проживания там людей. Это в первую очередь власть. Я еще раз подчеркиваю, я первую ответственность возлагаю на власть. На тех, которые должны обеспечить в том числе комфортное проживание людей в нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, а не в самостроях. В Краснодарском крае продолжается война с самостроями. Только в прошлом году в суды было подано более тысячи исков о сносе капитальных строений. Из них 71 – это многоквартирные дома. На встречу губернатора и заместителя генпрокурора принято решение о межведомственном взаимодействии в борьбе с самовольным строительством. Ну а в Краснодаре силовики задержали Игоря Мазурка. По данным Следственного комитета России, архитектора подозревают в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Игорь Мазурок причастен к незаконной выдаче разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов. Его действия привели к нарушению прав и законных интересов участников долевого строительства. Оперативники провели обыски по месту жительства и в городском департаменте архитектуры. Задержание прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Для меня не стали новостью сегодняшние задержания муниципальных чиновников. Не раз призывал коллег перестать потворствовать самостройщикам и тем, кто пытается обмануть дольщиков. В вопросах борьбы с незаконным строительством власть должна быть сильной и бескомпромиссной. Как отметили в мэрии Краснодара, Игорь Мазурок отстранен от исполнения обязанностей на время следствия. При строительстве ветропарков на Кубани будут применять итальянские технологии. О развитии альтернативной энергетики шла речь на встрече главы региона с послом Италии. Как рассказал Паскуалли Терачан, один из самых крупных инвесторов республики готов к сотрудничеству в этом направлении. Со своей стороны Вениамин Кондратьев отметил, что опыт зарубежных коллег будет полезен для Краснодарского края. Зеленая энергетика, которая тоже очень традиционно развита в Италии, для нас тоже является потенциальным предметом совместной деятельности. В частности, ветропарки, которые хорошо себя зарекомендовали в Италии, конечно, тоже, я уверен, могут себя хорошо зарекомендовать в Краснодарском крае. Если это вызовет интерес у вас, у итальянского бизнеса, то мы готовы непосредственно показать площадки с инфраструктурой, где можно было бы разместить ветропарки, которые создадут нам дополнительную экономику в нашем регионе. Кроме того, Краснодарский край сегодня видит итальянских бизнесменов в качестве партнеров в развитии АПК. Так, например, одним из направлений работы может стать строительство совместных производств сельхозтехники. Исходя из сегодняшнего курса евро, я еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, даже та сельхозтехника, которая производится в Италии, теперь достаточно сложна в доступности для наших аграриев. Но у нас сегодня достаточно устойчивый, хорошо развивающийся агропромышленный комплекс, поэтому здесь, конечно, я бы не хотел, чтобы наш агропромышленный комплекс лишился высококачественной итальянской сельхозтехники. Поэтому все-таки еще возвращаясь к вопросу создания совместных предприятий непосредственно на территории Краснодарского края по производству или сборке сельхозтехники. Сложно предсказать, что будет дальше на мировой политической арене. Поэтому я предлагаю просто не ждать, а заниматься делом, заниматься экономикой, заниматься бизнесом. Вот этого мы будем только богаче. Вы правильно заметили, что для местных аграриев оборудование из Италии сегодня достаточно дорогое. И действительно, было бы и дешевле, и удобнее производить нашу технику на территории Краснодарского края. Если говорить о финансировании, то Италия предлагает различные инструменты, которые мы готовы обсудить более детально. Это уже второй визит итальянской делегации в Краснодарский край. В состав бизнес-миссии вошли 54 иностранных компании. Сегодня инвесторам презентовали потенциал Кубани и рассказали, чем богат регион. В частности, представили проекты в сельском хозяйстве, строительстве и медицине. Добавлю также, что на территории края работают шесть итальянских предприятий. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Ну а в случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112. К другим новостям. В Сочи грузовая «Газель» врезалась в дорожное ограждение. Авария произошла сегодня утром на объездной дороге около Мацестинского тоннеля. На видеозаписи, которая появилась в соцсетях, видно, как очевидцы помогают выбраться из салона «Газели» двоим мужчинам. По их словам, до ДТП грузовик кидал из стороны в сторону. Его водитель и пассажир были в состоянии опьянения. На место выехала скорая помощь и сотрудники полиции. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Кубань-24. В Сочи сгорел столетний дом лейбхирурга Павлова. Пожар накануне уничтожил здание с богатой историей в поселке Учдере. Сообщение о возгорании дома и четырех хозпостроек поступило около шести вечера. Для того, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось два часа и четыре пожарных расчета. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Оно было полностью деревянное. И эти четыре хозпостройки, там очень большая была пожарная нагрузка. И пожар распространялся с большой скоростью. Спаси нутычек, эвакуировано 10 человек. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Погибших, пострадавших нет. Деревянный дом был построен в 1907 году. Позже он был приобретен доктором Павловым, который внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатической станции и курорта. Сегодня в оздоровительном комплексе Дагамыс тушили условный пожар. В поселке прошли масштабные учения. В тренировках приняли участие пожарные, спасатели. Они работали не только на земле, но и в небе. За ходом учений наблюдала наша съемочная группа. По легенде учений на шестом этаже оздоровительного комплекса в одном из номеров произошел пожар. Уже через несколько минут на место прибывают пожарные расчеты из центра Сочи, Дагамыс и Лао. Пожарные быстро включаются в работу. Часть огнеборцев отправляется в здание. Их задача в том числе эвакуировать постояльцев здравницы. В это время автоматические пожарные лестницы поднимаются все выше, к очагу возгорания. Одна из них со спасательным чулком, через который пострадавший очень скоро оказывается в безопасности на земле. Рисковать людьми не хотелось. Вы видели, мы даже в этот спасательный чулок манекен кинули, потому что, не дай бог, соскочит. Конечно, на пожаре было бы все по-другому. И мы обливаем эти лестницы водой. И все. Ну, просто сегодня на учениях не хотелось исковать людьми. Параллельно пожарные разворачивают так называемый «куб жизни». Обычно такие воздушные подушки применяют, когда сложно установить автолестницу, например, в условиях плотной застройки. Специальный батут сегодня принял на свой борт условно пострадавших с нижних этажей. Был задействован и борт вертолета МЧС. Спасатель на лебедке спустился на крышу здания и вернулся в воздушное судно уже в связке с пострадавшим. Такого масштаба учения мы уже проводили в 2015 году. Прошло, в принципе, все в штатном режиме. Я удовлетворен. Надо сказать, что подобные учения проходят ежегодно перед стартом курортного сезона во всех крупных санаториях и гостиницах Сочи. В этом оздоровительном комплексе, например, в разгар лет одновременно может находиться более 4 тысяч человек, включая персонал. Поэтому и учения такие масштабные. Обеспечение безопасности – это одно из приоритетных направлений деятельности администрации города. Прибывают сюда и не только пожарные, но и спасатели, и авиация в готовности. Мы тренируем силы, чтобы они были готовы к реагированию на возможные пожары. Тренируются пожарные и спасатели обычно на таких объектах со сложной планировкой и большой этажностью. Подобные учения в ближайшее время пройдут в целом ряде здравниц. Продолжатся в торговых центрах, а также на воде. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Нелегалам въезд запрещен. В Сочи начались проверки, направленные на соблюдение миграционного законодательства России. Задача полицейских и сотрудников УФМС – выявить граждан, проживающих в городе, незаконно. Рейды проходят по всему Большому Сочи. Особое внимание к частному сектору. В гаражном кооперативе на улице Альпийской проверяющие побывали накануне. Тем, кто приезжает на курорт отдохнуть, регистрация не требуется. Три месяца граждане России могут на законных основаниях находиться в Сочи. Документом, подтверждающим планы на отдых гостей курорта, могут быть, например, авиа или ЖД-билеты. Если отпуск решили продлить на неопределенное время, то об этом необходимо заявить официально. Зарегистрироваться по месту пребывания. В действительности же далеко не все вспоминают об этой формальности. А у правоохранительных органов прибавляется забот. Незарегистрированных на курорте граждан в период международных мероприятий быть не должно. Это залог безопасности. Такие же меры были приняты перед Олимпиадой в 2014 году. И они доказали свою эффективность. Долгое время эта проблема формировалась. И к ней, по сути дела, не обращали внимания. В настоящий момент, в связи с приближением знаковых таких мировых мероприятий, как Чемпионат мира, конечно же, обратили внимание на этот сектор, который остается, как правило, вне зоны внимания. В этот раз проверки прошли в местах общепита и жилых гаражах на улице Альпийской. У работников торговых точек и жителей частного сектора сотрудники надзорных органов проверяли паспорта и документы на собственность. Нам всегда нужно посмотреть, что регистрация в СТС ДОК даст. Да, на Красной Поляне. Просто у меня дети здесь учатся, поэтому мне здесь легче. Впрочем, далеко не все были рады встрече с полицией. Но общение с проверяющими жильцам не миновать. Полицейские и сотрудники УФМС еще вернутся сюда для повторной проверки. Данные лица в любом случае будут проверены. Будут проверены их законы снахождения, будут проверены их документы, их паспортный режим. Будут проверены вообще разрешения их нахождения в данных гаражах. То есть являются ли те места, где они находились и где они не желали на данный момент открывать жилье, являются ли вообще возможностью для проживания. В течение часа участники рейда обошли около десятка адресов. В этот раз нарушителей правил пребывания не обнаружено. Впрочем, это не значит, что работа завершена. Для проверки документов и регистрации в Сочи проверяющие обойдут все гаражные кооперативы города и частный сектор. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Депутат Госдумы Константин Затулин провел в Сочи очередной прием граждан. На этот раз встреча была специально организована для жителей микрорайона «Мамайка». На повестке один вопрос строительства школы на 800 мест на улице Ландышевой. Еще с 1992 года жители «Мамайки» ждали обещанного начала строительства школы. За это время образование получили уже несколько поколений. Прибавилось и новых жителей в микрорайоне. Сейчас на «Мамайке» проживают несколько тысяч детей, однако школы для них до сих пор нет. Было понятно, что социальный объект может появиться здесь только путем решения в самых верхних эшелонах власти. Инициативная группа жителей обратилась к депутату Государственной думы Константину Затулину. На этапе множественных согласований возникало много сложностей. В частности, из-за ползневого рельефа, где предполагается строительство школы. Немало времени и усилий было потрачено депутатам для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас я подхожу к современному этапу. В чем он состоит? Он состоит в том, что все документы, связанные со строительством школы, включая согласие Краснодарского края, находятся в Министерстве образования, находятся в Министерстве финансов. Они все приняты. И вопрос лишь о том, будет или не будет резервный фонд правительства в целом тратиться на эти цели в 2018 году. Отдельный вопрос стоимость проекта. Предварительная сумма сметы составляет почти миллиард рублей. И если в 2018 году проект не попадет в программу финансирования из резервного фонда правительства, то, как заверил депутат, в 2019 он будет включен в финансирование федеральной адресной инвестиционной программы, которая защищена статьей о поддержке бюджетных образовательных учреждений. Выслушав Константина Затулина, сочинцы поблагодарили депутата за добросовестную работу. Нам было очень приятно сегодня слушать, как он досконально рассказал нам всю ситуацию по строительству нашей школы. В каком она сейчас находится, в какой стадии находится, какие письма пишутся, как идет работа. Вы знаете, настолько это приятно. Даже нам сегодня и проекты дался. И поэтому даже если в 2018 году вдруг по какой-то причине нам не повезет, то 2019 год у нас есть перспектива. Мы подождем этот год. И ничего страшного. Фодпись под документом должен поставить утвержденный глава правительства. Так что уже после 7 мая станет понятно, в какую программу финансирования попадет проект и из каких источников будут выделены деньги на строительство долгожданной школы на Мамайке. Новые правила на рынке долевого строительства обсудили в Сочи на крупнейшем мероприятии рынка недвижимости России. Сегодня на курорте открылся Всероссийский жилищный конгресс. 2000 профессионалов из всех регионов России примут участие в 150 мероприятиях, посвященных ипотечному кредитованию, риелторскому бизнесу, информационным технологиям и жилищному строительству. В Сочинский форум – преемник Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса, который на протяжении 13 лет проводится в северной столице. Как и прежде, участие в нем принимает политическая бизнес-элита, а также лучшие риелторы ближнего и дальнего зарубежья. Деловая программа охватывает основные темы рынка недвижимости. Здесь специалисты могут получить ответы на все вопросы. Среди спикеров – профи, которых можно увидеть только по телевизору, говорят участники Всероссийского конгресса. Они пророчат много новшеств на рынке строительства в этом году. Одна из важнейших тем – изменение правил игры на рынке долевого строительства. Теперь с вкладчиками будут работать по особому типу доверительных счетов для безопасных торговых операций. Новую информацию на конгрессе изучают и сочинские специалисты. Больше касается, конечно, застройщиков. Ну, просто если ты профессионал, риелтор, ты должен тоже об этом все знать. Какой-то процент будет закладываться в банк. Застройщики не смогут этими денежными средствами распоряжаться самостоятельно. То есть это будет своего рода фонд, чтобы не был у нас обманутый вкладчик. Для нас интересно все. То есть здесь и ипотека будет рассматриваться полностью, и банковские сотрудники будут выступать, и строительный рынок будет освещаться. И спасибо нашей администрации, что они прислали представители. То есть очень много вопросов, которые, в общем-то, некому задать. Здесь можно задать онлайн. Много времени на конгрессе посвятят и вопросу ипотеки, главному драйверу рынка недвижимости на сегодня. Следующая точка роста – это сервис, утверждают специалисты. Поэтому агентствам недвижимости и риелторам необходимо развивать IT, то есть информационные технологии. Рынок в течение 3-4 лет изменится до неузнаваемости. Сейчас мы беспокоимся, что большая часть бизнеса от риелторов уходит в агрегаторы, скажем так, и они становятся более удобные. Но поверьте, потом мы будем переживать, что сервисная часть также выпадет из нашего рынка, и кто-то другое заберет, если мы не начнем этим заниматься. Поэтому давайте больше говорить про реальные тренды и превращать их в некую практическую дорожную карту. Всероссийский жилищный конгресс – это площадка для повышения квалификации, уровня образования того же агента недвижимости. Кодекс этики и чести риелтора тоже никто не отменял, говорят сами профессионалы. И в Сочи есть специалисты, которые работают по профессиональным стандартам, не нарушая правила. На Всероссийском конгрессе они выступают в роли спикеров. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сегодня в гранд-отеле «Жемчужин» открылись сразу две выставки строительства и благоустройства и мебель-интерьер. В них принимают участие ведущие компании строительного и мебельного бизнеса. Торжественное открытие с участием краевых властей и местного парламента в гранд-отеле «Жемчужина» начали работу сразу две специализированные выставки строительства и благоустройства и мебель-интерьер. Экспозицию посещают дизайнеры, архитекторы и другие специалисты строительной и мебельной отрасли. У нас в крае более двух тысяч различных предприятий, которые для этой отрасли выпускают продукцию. Немаловажную роль также играет в крае мебельная отрасль. И мы видим сегодня даже на выставке, как широко представлена данная отрасль Краснодарского края в рамках, в том числе, сочинского мероприятия. На выставке представлены новинки строительной и мебельной отрасли, которые интересны для развивающегося Сочи. Со своей продукцией приехали компании из разных регионов России. Участники выставки предлагают выгодные условия сотрудничества для постоянных и новых клиентов. Мы на выставке четвертый раз. Привлекает она нас своей масштабностью. Здесь достаточно много потенциальных клиентов. Здесь есть застройщики, здесь есть крупные компании, которые пользуются нашими услугами. И также частные лица, которые планируют или уже строят себе дома. Здесь же представлены и конкурсные работы дизайнеров интерьера. Конкурс проходит в рамках Сочи Дизайн ВИК. 21 апреля состоится бесплатная лекция для дизайнеров от ведущих специалистов. В первый день прошли круглые столы по теме план по застройке и развитию Большого Сочи. Краевые и городские программы поддержки участников строительного рынка. Выставка работает до 22 апреля. Вход свободный. Экологично, модно и практично. Фабрика мебели «Лаура» изготавливает свою продукцию именно под таким девизом. В Сочи предприятие представило лучшие образцы. Мебельная фабрика «Лаура» производит мебель для ресторанов, кафе, гостиниц и отелей. Эти диваны, кресла и лаунж-зоны помогут создать уют и оригинальный интерьер. В Сочи множество красивых видов. И чтобы гостям было удобно ими любоваться, вполне можно оборудовать террасу современной и экологичной мебелью. Мебель делается из искусственного ротанга. Это экологически чистый материал. Выдерживает температуру от минус 40 до плюс 70 градусов. Не выгорает на солнце, не боится влаги, дождя. То есть мебель может находиться на улице круглый год. Также мебель может использоваться внутри помещений. Даже диваны здесь готовы установить на улице. Дело в том, что ткань обивки и наполнитель подушек не боятся влаги и отлично держат форму после многократного сжатия. Фабрика мебели «Лаура» выполняет проекты любой сложности. Это может быть готовое решение или индивидуально разработанный дизайн. Выбрать есть из чего. Более 150 расцветок ротанга и огромный ассортимент текстиля. Специалисты фабрики помогут выбрать оптимальный вариант и подготовят 3D-визуализацию помещения. Так, даже еще не установив мебель, вы сможете по достоинству оценить ее эстетические характеристики. Мы даем гарантию 2 года на нашу продукцию. Материалы полностью все российские, за исключением ткани. Ткани, как правило, мы ставим итальянские. Все остальное, то есть алюминиевая труба – это Россия производства. Сам ротанг – это тоже российское производство. Наполнители, которые используются в подушках – это тоже все делают в нашей стране. Доставка здесь по Сочи у нас есть, в принципе, по всему побережью тоже. А если это ресторан, то, естественно, мы делаем либо под заказ, то есть любой дизайн, любой цвет, или можем работать по складской программе. Основное производство полного цикла развернуто в Москве, но есть склад продукции в Краснодаре. У фабрики мебели «Лаура» гибкая ценовая политика и особые условия для оптовых покупателей. Ознакомиться с ними и линейкой товаров можно на выставке «Мебель и интерьер» в гостиничном комплексе «Жемчужина». Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Постоянным участником выставки является компания «Стильтекс» из Санкт-Петербурга. В Сочи она традиционно привозит качественное постельное белье из натуральных тканей. Элитное постельное белье по доступным ценам в Сочи компания «Стильтекс» привозит качественную продукцию только на выставку. Комплекты постельного белья, покрывало, пледо, одеяло, отдельно просто, не наволочки под одеяльники. Все изготовлено из натуральных тканей на фабрике в Санкт-Петербурге. Привезли мако-сатин, это 100% хлопок, активное окрашение. Привезли тенцл, леоцель, это из эвкалиптового дерева, белье. Также есть однотонный мако-сатин, есть лен, хлопок, эвкалипт. Купив однажды Санкт-Петербургское пастельное белье, клиенты уже не захотят другого. Российский производитель предлагает современные оригинальные комплекты. Все для хорошего сна. Комфорт, натуральность и красивая расцветка – вот что привлекает сочинцев. Сейчас мода, в принципе, на каждую расцветку есть свой покупатель. Есть люди, которые любят яркое, кто-то любит темное, кто-то любит более светлое белье. Поэтому у нас ассортимент большой. Компания «Стильтекс» в рамках открывшейся сегодня выставки ждет покупателей, в том числе оптовых, до воскресенья включительно. Елена Всец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Напомню, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok